Всем привет, дорогие друзья! Что же произошло? Привет, дорогие друзья! С вами Эльфиечка Грустняшечка. Вы не переживайте, просто она постарела. И у женщин тоже растут усы. Чему такие перемены? Дальше видео, но сейчас мы поговорим про небольшое обновление. Конечно, думал, что будет трансфер. Разрабы подумали, они считают, что и так много контента. Вышок, рассунув на халяву, раздают. Напоминаю, сейчас идет ивент. Каждый может вернуться в игру. Если вы давно не играли, около месяца, можете получить разные вкусняшечки. Это как на постоянной основе краснуху проходить у статуи НХСАД квесты. Кстати, за неделю 1100 знаков я фарманул. Кстати, краткое об обновлении. Тут вообще ничего такого. Начинается вторая неделя подземелья. Большой разлом. Кошмарный лабиринт Харнака. Обновлены ивентовые коллекции. Башни дерзости. Горная зона конфликта выдается двойная награда. Очень неплохо. Дальше. Взносы клана. На время ивента увеличено с 3 до 5. И минимальный взнос теперь дает также виталку. За убийство босса обычного или сложного рейда в период проведения ивента можно дополнительно получить сундук рейда для объединения кланом. Тут у нас видим свитки битвы. Улучшенный класс. Можно получить один из предметов. Также сосновый посох. Кто не знает, в клан Холле есть специальный торговец, где мы за ресурсы можем купить сундучок, в котором будет сосновый посох. И при помощи этого посоха вызвать арбе клан арене. Этот сосновый посох Х2. То бишь 4 босса стало 8. Дальше. Писемка. Утром и вечером. 10 тысяч виталки. Расходка. Древний свиток пробуждения. Магические фрагменты новоизмерения. Переходим в Донат Мазин. Начнем с паков Зарял. Артефакты. Реликвия. Алмазы. Зелье пробуждения. 1000 единиц. Карта Агатиона, дракона, воды, высшего качества 11 раз. Реликвия энергии. 100. Так, последний Зарял. Больше алмазов. Карты мастера. Карты высшего по одной штучке. Реликвия энергии. Такой пак за алмазы. Единичный. Это я так понимаю уже за алмазы, да? Это раз в день можно покупать. Собираем вот такие штучки. Можем создать вот карты. Артефакты. Блосвенность этой воды. Карты мастера. Карты высшего. Кристаллы души мастера. Карты артефакта. Ордена. Средненькая. Зелье пробуждения. Реликвия. Переходим к обычным пакам. Рецепт ремесленника. Это двухэтапные паки, где мы искупаем все паки. Бесплатно получаем карту мастера на выбор. Светочек создания. Броши или карты. Еще карты, короче. В самих паках. Карты мастера. Карты высшего. Карты артефакта. Тоже такое сирененькое. Зелье пробуждения очень неплохо. Реликвия энергия. 500 штук. Коробки со сферой. За которые мы можем создать мифические книги. Цветок ремесленника. Видим уже 2 из 2 созданных. Хоть шанс 7%. Может кто-то копил. Камни. Книги наследника. Можь зелье восстановления 10%. Шанс двойного урона. Сопротивление двойному урону. Плюс 3%. Абсолютное уклонение. Плюс 1%. Абсолютная точность. 3%. Игнорирование сопротивления урона. 3%. Увеличивает шанс блокирования умений. И завершающий. Увеличивает шанс блокирования урона. Снаряжение. У нас со снаряжением идет. Конечно я в шоке. Кстати я там ошибся с одним сундучком. Да. Вот видим фил камни. Я сказал в прошлом видео. Ребята сори. Если мы посмотрим на неудачу. То неудача нам вернет 21 коробочку. С вероятностью 0.24% мы можем получить легендарное оружие. Гэтсби. Вот мы зашли в дискорд. Видим Гэтсби крафтит похожую вещь. 1% Ему на последнем издыхании. Как вы понимаете. Везет. 12 тысяч алмазов. И у вас окуп просто 9-ти кратный. Ну напишите в комментариях сколько такое жерелка стоит. На данный момент. Мне будет очень интересно. То бишь в игре есть везение. Также. Если мы хвасталку посмотрим. Ребята тянут фиольчик. Особенно Гэтсби. За последние полгода он вытянул 141 фиолку. Чтоб вы понимали. Когда фиолка еще стоила по 40к книги. По 25к. По 30к вещи. Примерно этот человек. Но я не знаю сколько он форманул алмазов. Это только может сказать он. Но ребята. Я не знаю. Эту категорию переименовать именно. Категория Гэтсби. Короче вот так. Давайте перейдем. Почему я свапнулся. Тобальта. Потому что если мы возьмем обратно на нашу льфичку. Грустняшечку. Мы пойдем на топ спотик какой-то. Она тут не вывозит. Хотя. Бестихийные монстры. Земля. Кольца на ветер одеты. И сносят здесь хп сильно. Обычный минутный замер. Маги или на арбе тоже. Можно сказать. Буст одинаковый. Что у мага одна красная книга. Что я взял за 1500 орденов вспышку. Потому что она стала масухой. Минутки хватает с головой. Чтобы понять сколько мы тут фармим. 0.10. Теперь мы переключимся на арба. И вернемся через секунду. Прошла минута. Видим что немножко по опыту хуже. Но плюсы арба в том. Что арбу. Короче надо делать перезамеры. Надо делать перезамеры. Это что тут бегают. Нет чтобы сделать там 20 метров. Потому что вы лучше фармить так не будете. Бегают. Мешают делать замерчики. Орб в два раза лучше будет. То что у него стала. Стрела ауры. Масуха. Взрывная стрела. Тоже массуха. И божественная вспышка тоже переобразовывается в массуху. И она на постоянной основе должна вылетать. Как бы на этих локациях надо 110 точности. Тут выше уже 130 точности. И тут уже 145 точности. То бишь орб себя подхиливает. И не будет тратить банки хп. Вы можете его оставить. Видим на магии. И я взял за неделю примерно выше половины левела. Ну я больше возьму. Потому что я смогу. В 60 зонке я уже тестил. Но это нужно замерчики делать. Конечно с 55. 60 дел лучше стоять. Вы также можете если вы маг. Еще сильно не раскачались. Хотя бы купить божественную вспышку. Если у вас есть красная карта. Попробовать поставить то что орб будет всегда выше стоять. За счет хила. Еще у него нет как бы кристалл данного персонажа. Но это я поменяю на общем рероле. Думаю в скором будущем. Но мне надо стремиться к 66 уровню. Чтобы взять книгу. Взять вот эту книгу. Здесь я заберу правосудие. Улучшенный орб можно купить и у торговца клана. А правосудие мы не купим у торговца клана. То бишь забираю тут правосудие на 66 уровне. Улучшенный орб покупаю у торговца клана за 2.6 миллиона орденов. То бишь очень неплохой орбик. Честно орбов апнули. Какая то имбалансная машинка стала вообще. Масухи разлетаются направо и налево. Хочу поговорить. Это напутствие новичка. Если мы зайдем в категорию плейлиста. Мы тут можем найти папочку такую интересную. Называется макс нуля. Гайд новичка. Тут очень много интересных видео. Ну некоторые уже устарели. Видишь я теперь орб. Я опять орб. Один год назад. Макс нуля. Вот я даю советы. Что фармить. Рассказываю про стихии. Кольца. Левел не важен. Также трансферы. Фарм орденов славы. Там ничего практически не поменялось. Рассказываю. Там может немножко что-то поменялось. Это как у статуи Энхасад квесты. Каждый левел они теперь не обновляются. Нам еще какие-то мелочи может быть поменялись. Вот апнули очень сильно орба. Это вообще какой-то имбалансный терминатор. Который фармит вот такую ферму с 10 окон. И долина дракона. Вот это самая топовая зонка. Видим тут падает по 3 синечки. И даже может краснушка там с дрейка выпасть. Это самая топовая наверное локация. Заполонить вот такими вот тобальтами всю ту локацию. Было бы круто 10 окон. Отжать там да. Взять рэкет такой. Отжать у твинов. Резать твинов. И гордо перед друзьями сказать. Я держу долину драконов. Что нам нужно делать. Мы идем по основному квесту. Почему мы упираемся в основную причину. Что основной квест дает золото, золото, золото. Наши первые зеленые книги. Видим наш первый серый шмот. Но так если вы новичок. Если вы только создали аккаунт. Вам дают вот такой вот подарок. То бишь о шмоте вам париться не нужно. Этот подарок сразу видим. Первый подарочек можно открыть с 20 уровня. В подарке будет 7 пушка на выбор. Эти украшения на постоянной основе будут. Потом идем дальше. У нас на бедре ники нам дают. По левелам 30, 40, на бедренки. И также дают адену. Очень важную адену. Потому что там есть тоже NPC скиллы за адену. За 5 миллионов, за 27 миллионов, за 50 миллионов, за миллиард. За 1,5 миллиард вам придется приобрести. Также вот расточки дают. Доспех кошмара. На 50 левеле вообще нам дают сет. Берем сет величия. Потому что это самый крутой сет. Очень много и увеличение урона, и точность. Восстановление МП. Ну в зависимости сколько у вас сами вещи дают там. Увеличение урона, сопроты. Восстановление маны. Точность. И это вам дается на месяц. Как бы 7 дней отыграл. Форманул 1000 знаков. Создал вот руку Кабрио. То что считаю самый лучший орб. Из-за мифрила. Урон по нежити увеличен за счет мифрила. Эффект пробития есть. Големов пробивать. Резис дальному бою и магии. Также ставил восстановление МП. Беспокоился, что ему не будет хватать МП. Но при 3 секундах лечения он не тратит МП. Но это джаджмента нет. Правосудие джаджмент будет много жрать. Короче, офигенная фарм машинка. Вырисовывается в будущем. Дополнительная фермочка. Как бы неплохо. Мы отправимся. Наша задача, что мы проходим основной квест. На 20 уровне забираем вот такой вот сундучок. С нашей первой красной пушкой. Адена. Свиток с опытом. Идем по основному квесту. Упираемся. Уже не можем проходить. Там бьем больше 5 секунд одного мопа. Идем в муравейник. Ну тоже смотрите какой этаж лучше. Какой тянете. В целом мы тут будем выбивать вот такие вот свитки. Глудио. В которых мы берем квесты на вещи. Рандомно вам может. У вас есть награда. Тут немножко опыта. Виталки. Знаков поручения. А это дополнительная награда. Тут рандомно может выпасть вам вещь. Возможно вам повезет. Вот выпадет эта вещь. Сначала закрываем коллекции с безопасной точкой. То что вы закройте очень много всего урона и точности. Это там по 15 коллекций точности и всего урона. И закрываем с безопаской. Вот ищем вот эти 3 вещи. А потом думаем крафтить ли нам плащ, броню или оружие. Нам нужно 4 улучшенной стали в локациях. Вот тут очень много стали падает. Кожа. Видим зеленые вещи. Сначала надо точно закрывать. Но вот эти не. Не смотрите на вот эти коллекции. Потому что большая переточка. Дерево мы добываем вот здесь. Очень много дерева. Видим паучков. Ткань падает. Смотри по локациям. И также вот муравейники. На всех этажах драгоценный камень. Липкая жидкость которую можно продать. Наша задача идти по основному квесту. Берем левел. Забираем награды. Купаем точки. Если вы донатите еще лучше. Можно купить точечки именно на рыночке. Очень недорого. Я брал вчера. Видим сейчас нет. 100 свитков за 10 алмазов. Это очень круто. Также если мы возьмем. Видим бласовенные свитки. Если вы там вздумаете. Точить сразу в алхимию. Идти там. Закините алмазов. Смотрим 200 алмазов. 139. 137. Ну пускай 180. Получается 2 свитка. Это 200. Вы можете купить бласовенные свитки. И на оружие и на броню. Создать вот такой свиток. Который ничем не отличается. От непривязанного бласовенная свитка. Вы экономите 20 алмазов. Тоже сотрите. Можно так экономить. Входим в групповые подземелья. То что тут тоже как бы нам дают ордена. Простые подземелья. Это остров неистовства. Адена. Свитки. Разоренный замок 40 уровня. И остров неистовства тоже 40 уровня. Храм рассвета. Это в ночной прайм. Вот и винтовое подземелье. Башня Крумы. Логово Антараса. У вас должно быть 80 точностей. Там 50 урона. Чтобы стоять на первом этаже. И тут очень хороший шанс выбить свою первую синьку. Башня Слоновой Кости. Это уже вы должны фармить топ локи. 140 точностей. Примерно вам должно быть. Чтобы нормально чувствовать на локации. Как бы вот тут. 110 точностей. Тут 130 точностей. Тут 140 точностей. Дальше у нас. Также вы сможете равнина Славы. 150 точностей. Там Ангельский водопад стоит спокойно. Тут где-то 170 точностей. Вот кладбище. Забытые равнины. Кладбище 110 точностей. Если не ошибаюсь. Забытые равнины. 185 точностей. 230 точностей. Я думаю вы так далеко не уйдете. Но все равно чтобы вы знали. Примерно бус по точности. Тем же гладам. Точность сильно не нужна. Потому что глады постоянно. Ну они могут стоять там. На 20 точностей. Меньше. Примерно. Глад там имеет 120 точностей. Может стоять локации. Где нужно 140 точностей. Потому что глад. Он считайте. Скиллом постоянно бьет. И за счет этого. У скиллов еще есть буст по точности. И он из-за этого может стоять выше. То же самое. Соски. Соски апаются. Примерно до 5 уровня. И лучше их использовать там. Где ты там фармануть больше. К примеру. Орденов славы в замке разоренном. Новые вот и винтовое подземелье. Так давай закончим. Свиточками. В этой локации да. Выпадают вот такие свитки. Где мы берем задания. Закрываем. Раз. Два. Три. Ну эти задания мы летим на локацию. Там убить мобов. Собрать какие-то вещи. Квесты очень быстро проходятся. Даже если вы только начали. У вас будет красная пушка. У вас зеленые скиллы. Сразу со старта можно сказать. То что вы очень быстро будете качаться. Очень быстро. Уже 20 мобов убили. Соберите, что тут соски нам не нужны. Проходим эти квесты. Вам придется очень много. Ну муравейники оставляем там на ночь. Пармим там 150 за ночь. Там плюс-минус. Проходим эти квесты. Рандомно собираем эти вещи. Вам по-любому придется закинуть алмазов. Чтобы апнуть инвентарь и апнуть склад. В инвентаре мы держим вещи. Например, вот Сайха. Ноль веса. То же самое вот свитки. Донатной бежи. Ноль веса. Вам нужно развивать свой инвентарь. И тут держать вещи, которые не имеют никакого веса. Ключи. Ноль веса. Тут должны лежать. То же самое часики. Часики имеют вес. Часы имеют вес. Как это звучало бы. Двухсмысленно. Но это двухсмысленно звучит. Часики имеют вес. Вот такие вот кусочки. И все. Держим у себя в инвентаре. И ресурсы разные. Ненужные вещи мы складываем на склад. Потому что они тяжелые. Особенно там оружие. Какие-то доспехи. Итак, мы прошли сразу три квеста. Нам попадается наш шлемец. Ага. И вот, короче. Давайте еще по настройкам пройдемся. Что нам нужно знать про настройки. Вывод информации. Выключаем тряску экрана. Идем дальше. Уведомления выставляем. В уведомлениях. Вот сразу легендарное. Что предмет выбивает какой-то Вася, Петя. Редкие предметы. Это будет постоянно вот тут всплывать. Перед вашими глазами. От легендарки. Чтобы видеть. От легендарного и выше. Смысл вам смотреть там. Кто выбивает. Ну можете там героическое оставить. Чтобы видеть. Где кто фармит краснуху. Скрыть имя в мировых сообщениях. Это обязательно. Потому что. Эта галочка должна стоять. Что если у вас есть враги. Они могут включить вот так. Вы выбиваете какой-то редкий предмет. И они видят в какой вы локации стоите. Дальше. Бой. Это очень важная страничка. Режим. Вежливый охотник. Но это такое. Лучше искать. Поты пустые. Сейчас возможность есть. Такое. Расстояние. Там в зависимости как вы его фармливаете. Там 20 метров. 30 метров. В зависимости как вы вы фармливаете локацию. Вот тоже очень важный раздел. Сразу. Выброшенное другими. Подбор выключаем. Потому что вас могут убить. Если вы захотите полететь на Зарыча. Или там кто-то в разоренном замке. Твинами бьет себе ордена. Вы будете собирать эти ордена. Вас тоже добавят там. И очень интересная последняя страничка. Но если не проходите квесты. То включаете тут. Разбор там обычных. Отключаем. И там каждые 20 минут. Следим за нашим персонажем. Чтобы не забился инвентарь. Это что тут будет выпадать. Тоже вещи в коллекции. Макс хп. Весь урон. Также. У бокалейщика. Что вам нужно. По количеству. Вот. Вот эти баночки. Растворитель на внуженности. К примеру. Вы уже позакрывали кучу коллекций. Вам нужно на ночь оставить там персонажа. Чтоб не забился инвентарь. А он быстро забьется. И испортит вам кач. У вас там может быть перегруз. Потеря МП. Вас убьют мобы. Вот это подбор. Очень важный нижний пункт. Бой. Подбор. То бишь. Выставляем вот эти галочки. И он будет автоматически. Разбирать вещи. Если нам это не нужно. Вы сидите на персе. Вы хотите закрывать коллекции. Мы. Обязательно отключайте. То что. Когда вы получите вещь с этого. Рандомную. Это будет там примерно тот предмет. Который вам нужен. Но автоматически его разберет. То бишь. Настройки. Бой. Подбор. Нижний раздел. Отключайте. Когда нужно. Включайте. Там на ночь оставляйте. Ну тут тоже можем. И разбирать автоматические предметы для коллекции. Там для поручения клана предметы. Да. Тоже галочки подобавляли. Раньше такого не было. Так же вот. Автоматически удаляйтесь. Если нет. Инструмента для разбора. Там. Сколько у вас есть свободного времени. Конечно. Сколько вы можете уделить. Там может быть. Нанять драйвером. Ну видите. Вот. Найт кровь сосет. В том плане. То что. Обилие локаций. Красочность локаций. Вот в этом. Если брать Найт кровь. Тут. Проводить время. Намного лучше. Да. Видим. Переточные вещи. Оно не удаляет. Галочки. Оставляем. Вот эти все. Если остановимся на ночь. Просто отключаем. Так. Автоматически удалять. Вот это. Да. Если нет. Инструмента для разбора. Автоматически удалять. Оставить галочку. По любому. Проходим данжи. Вот. 60 данж. Спокойно. Вот соски 5 уровня. И так же. Неточные соски. Дают 6 точностей. Если их использовать. Но. Не знаю. Насколько это эффективно. С 5 уровня. Уже урон от заряда души. Плюс 20 процентов. Доп. Точность. Вот. Спокойно. Стоим. В 60 локации. Хоть я тут магом не могу стоять. Он сам себя хилит. МП не проседает. Апнем баночку. Почти 400 к опыта. Кстати. Не понял. Подземелья 5 минутного. Может вы мне что расскажете. Я что-то вообще не понял. С ним прикола. Вообще не понял. Прикола. В чем прикол. Расскажите пожалуйста. Ладно. С вами дядюшка Розе. Всем до новых встреч.